Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа. В студии Екатерина Дубровина я и мои коллеги расскажем вам о самых важных событиях Мушкинского. Смотрите сегодня в выпуске. Снова в зоне внимания. Совещание по ситуации в Ковезине с участием жителей прошло в округе. В новом году с новыми возможностями. Несколько многодетных семей округа получили сертификаты на приобретение жилья. Скоро будет новое жилье. Жителям домов, подлежащим сносу, разъяснили порядок получения квартир. Это у нас 9-4. Это у нас мужское общежитие. Там два самца. В гостях у шустрых и любознательных. Жительница округа Татьяна Свечкина заботится о 15 белках. Об этих и других событиях в нашей информационной программе новости Большого округа. Как ведется расследование по факту излива загрязненных вод в микрорайоне Ковезина, рассказали жителям. Совещание с их участием прошло в округе. На декабрьской встрече с жителями в Ковезине глава округа заявил, люди должны получать информацию о ходе расследования своевременно и из первых рук. Как на этом совещании в администрации Пушкинского. В нем участвует и инициативная группа жителей. Очередное рабочее мероприятие. Сегодня у нас присутствуют надзорные органы, органы дознания. Напомню, в конце октября 2023-го произошел излив загрязненных вод в ручей в Ковезине. Тогда к ликвидации ситуации подключились все службы. На совещании о ходе дела первыми докладывают представители Росприроднадзора. С ними выходят на видеосвязь. Пушкинская городская прокуратура направила в адрес АО «Торос» и АО «Ипогат» с ее территорией. Были проложены врезки письма о проведении работы ликвидации излива. Напомню, в октябре незаконные врезки демонтировали. Провели откачку вод, разместили боны, сорбирующую ткань, биоразлагаемый сорбент. Кроме того, «Торос» провел плановые работы по промывке очистных сооружений. Вот это, которое было, это было плановое, ежегодное, частично автоматически. И потом уже в ручном режиме мы довели до уровня осадка. А осадок уже машины откачивали и увозили, о чем документы в полном объеме имеются. Правоохранительные органы сейчас продолжают следствие. В производстве отдела дознания находится уголовное дело, возбужденное в статье 251. Дело возбуждено. Проводят следственные действия, допрашиваются свидетели, очевидцы, произошедшего назначена экспертиза в Минэкологии, результатом которой будет принято законное процессуальное решение. Надзор за следствием осуществляет Пушкинская городская прокуратура. Что касается уголовного дела, да, надзор осуществляем, но все упирается опять в экспертизу. Даже в сроки ее проведения. Сейчас тоже с Минэкологией попробуем провозаимодействовать со своей стороны. Тоже узнаем, подключимся. Жители на совещании смогли задать свои вопросы всем присутствующим. Мы довольны тем, что все-таки у нас получилось взаимодействие как с главой города, так и с представителями. Нужно, скажем так, нам ведомство, в котором у нас были вопросы. Обнадеживающие заключения уже есть. Насколько это будет эффективно, прокуратура оповещала держать с нами связь непосредственно. Поменялись контактами. Глава округа отметил, сейчас важно держать в курсе жителей. И главное, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Решено собраться еще раз вместе с жителями и предприятиями, примыкающими к ручью. Сегодня мы обсудили все рабочие моменты, вопросы. Послушали всех заинтересованных лиц, пообщались с жителями, жители дали свое мнение. Мы приняли решение, что проведем отдельно совместную встречу с представителями всех предприятий, которые примыкают к этому ручью в Ковезино, и представителями инициативной группы жителей. Я уверен, что благодаря тому, что мы сможем на одной площадке их собрать, у них произойдет диалог, руководители предприятий, представители предприятий сделают все для того, чтобы минимизировать подобного рода факты. Новая встреча состоится в ближайшее время. Жанна Ловенько, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа. Семь многодетных семей округа стали обладателями свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Сертификаты им вручил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов в торжественной обстановке. В Пушкино в Центральной библиотеке состоялась торжественная церемония вручения свидетельств многодетным семьям о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Свидетельства и цветы в торжественной обстановке многодетным семьям вручал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Сегодня знаменательный день. Сегодня вы получаете свидетельство, свидетельство, которое гарантирует вам получение денежных средств, значительных денежных средств для улучшения своих жилищных условий. Свидетельство получили семь семей. Они выразили огромную благодарность администрации округа. Большое спасибо за все. Это очень большая помощь. Мы очень благодарны. Спасибо большое супругу. Он долго ходил, собирал документы. Спасибо большое Ирине Николаевне Барниковой, которая курировала весь этот процесс. И всем спасибо большое. Выражаю огромную благодарность администрации, всему этой программе, всей нашей администрации. Просто мы на самом деле с Пушкина. Очень сильно понравилась светлая, уютная, теплая обстановка. И этот сертификат, который нам дали для улучшения жилищных условий, на самом деле очень сильно поможет. И это существенная помощь к нашей семье. Также в качестве поздравления для всех гостей выступил образцовый детский вокальный коллектив «Мозаика». С песней «Все будет хорошо». Алина Рогожина, Владимир Парфенов, Евгения Коломеец. Новости Большого округа. Первая встреча с собственниками многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих расселению, прошла в Софрино. Заместитель главы администрации округа Мария Пивень ответила на вопросы жителей и разъяснила порядок расселения. С подробностями Анастасия Спирина. В Софрино три дома, что должны расселить. По улице Клубная, Менделеева и в Талицах. Скоро более чем у 50 жильцов будут новые адреса. Квартиры в новостройках или домах не старше 80-го года постройки. Эти три дома были признаны аварийными еще в период с 17-го года до 2022-го. А попали в программу только с этого года. Собственникам было предложено получение сертификата, который в настоящий момент цена за квадратный метр 130 185 рублей. Собственники, которые имеют жилое помещение меньше 33 квадратов, они получают фиксированную сумму в размере 4,5 миллиона. То есть это 33 квадрата умножается на 130-185 рублей. И эту фиксированную сумму житель может получить. Мария Пивень объяснила, как будет проходить расселение и какими способами можно получить новую квартиру. Их много в зависимости от формы собственности. Но для начала надо подготовить пакет документов. У кого нет права устанавливающих документов, рассказали, как их получить и куда подать. Главное, жителям не надо бояться, что их ущемят в метрах. Или самим придется доплачивать до необходимой квартиры, а денег нет. Цена приобретаемого помещения в рамках госпрограммы 108-488. Всю разницу за увеличение метров. И если приобретается квартира за 140 тысяч, предположим, за квадратный метр, то это все доплачивает муниципалитет. Согласно прошлой госпрограмме, муниципалитет доплатил более 300 миллионов рублей. Это достаточно серьезная нагрузка на бюджет. Всего под расселение попали 40 аварийных домов округа Пушкинский. 23 из них расселяют в рамках заключенных договоров о комплексном развитии. Остальные 17 домов признаны аварийными и не входят в действующие договоры о комплексном развитии. Их будут расселять по государственной программе. Со всеми жителями проведут встречи согласно графику. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Евгения Коломейц. Новости Большого округа. 21 января неофициально отмечается День признательности белкам. В нашем округе тоже есть жители, которые помогают пушистым зверькам. Шесть лет назад Татьяна Свечкина даже не могла представить, что будет заниматься выхаживанием белок. А сейчас у нее уже 15 зверьков. Часть из них скоро отпустят обратно в лес. Своих белок Татьяна очень любит, заботится о них и даже дает им имена. А главное, помогает им выжить. В гостях у Татьяны и ее белок побывала Евгения Коломеец. Это у нас девичий терем. Это у нас мужское общежитие. Там два самца. В так называемом девичьем тереме живут 4 самки. Всего у Татьяны 15 белок. Впервые бельчонок у нее появился 6 лет назад. Тогда Татьяна нашла его у себя на участке. Вместе с мужем она бельчонка выходила и выкормила. Он стал нашим домашним питомцем. О белках мы вообще ничего не знали. И это было неожиданное для нас приобретение. Но мы его оставили в качестве домашнего питомца. Случилось такое несчастье. Он у нас заболел. Мы стали искать пути, чтобы его вылечить. И я наткнулась в интернете на группу людей, таких же вот, которые тоже занимаются белочками. Вскоре Татьяна поняла, что хочет и готова помогать белкам. К тому же это дикое животное нуждается в подобной помощи. Белки, чаще всего именно бельчата, травмируются, выпадают из дупла, остаются одни. В год белки рожают дважды. В среднем от 4 до 6 детенышей за раз. Выжить бельчатам бывает довольно сложно. Добавляют трудности и так называемые враги белок – кошки и вороны. Нередко страдают белки и по вине человека. Бельчата не всегда бывают травмированы очень сильно. Их иногда достаточно просто подрастить некоторое время. И они свободно уходят потом обратно в дикую природу, в лес. И становятся обычными дикими белками. Вот получается, что я этим уже больше 6 лет занимаюсь. Татьяна поделилась с нами, что в прошлом году удалось в Москве спасти более 100 бельчат. Их подобрали, выходили и отпустили на волю. На сегодняшний момент у Татьяны из 15 белок 5 выпускных. Весной зверьков планируют отвезти в лесной вольер. После они могут уйти в лес. Другие 10 белок травмированы. Они пока останутся у Татьяны. Своих питомцев она очень любит. Ей нравится с ними общаться и заботиться о них. Я отдыхаю с ними. Снимаю стресс производственный. Просто получаю удовольствие от общения. Ну и немалый фактор такой, что ты получаешь больного зверька, беспомощного, часто находящегося на грани смерти. И когда у тебя получается его из лап смерти вырвать, это только врачи, наверное, могут меня понять. Это вообще несказанное удовольствие. Белка – это очень активный, умный и любознательный зверек. Снять на камеру их оказалось не так просто. Они постоянно двигаются, прыгают, скачут, и им все интересно. По словам Татьяны, белка требует определенного и затратного по финансам содержания. Необходим специальный вольер, внутри которого есть все условия для поддержания активного образа жизни белки. Такому зверьку нужно постоянно двигаться, прыгать и лазить. Сложно белок и кормить. За их едой потребуется ходить в лес. Надо добывать шишки сосновые, еловые, плоды шиповника, боярышника. То есть нужно ходить в лес достаточно регулярно и добывать вот эту белящую еду. Это достаточно проблематично. Приходят к Татьяне на участок и дикие белки. За время нашей съемки таких мы заметили две. Татьяна тоже их кормит. На деревьях повесила кормушки. К слову, Татьяна советует и всем не забывать подкармливать диких белок. В период мороза в зверьку приходится нелегко. Например, в Пушкино довольно часто встречаются белки в дендропарке в Нил. Поэтому, если вы хотите им помочь, то можно прийти сюда. Или отправиться в лесопарк Северный. Не забывайте, что кормить белок нужно правильно. Также важно не перекармливать. А вот чтобы вы знали, чем можно и чем нельзя кормить белок, мы подготовили для вас специальную памятку. Берите с собой, например, дольки яблок или груш. Сушеные фрукты тоже подойдут. Сырые орехи, фундук и грецкий. Давайте их прямо в скорлупе. Еще сырые семечки подсолнуха и тыквы. Их они тоже любят. А вот хлеб, мучные изделия, миндаль, арахис, жареные, соленые, сладкие орехи и семечки, цитрусовые и корма для других животных – все это белкам нельзя. Уж тем более не стоит брать с собой макароны. Так что, если отправляетесь кормить белок, запасайтесь правильными вкусняшками. Евгения Коломец, Антон Орловский, Владимир Овсянников, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Снегопады вновь возвращаются. Такой прогноз дают синоптики на эту неделю. Во вторник, 23 января, в округе будет комфортная зимняя температура до минус 4 днем и до минус 2 ночью. Будет идти снег. Ветер южный до 5 метров в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях, во Вконтакте, в Одноклассниках и на Дзене. Также регулярно обновляется и наш телеграм-канал «Новости Большого округа». И на этом у меня все на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин